Черные дыры — это таинственные космические аномалии, природу которых мы только начинаем познавать. Их трудно обнаружить и еще сложнее исследовать. Само пространство искажается вокруг этих удивительных объектов до неузнаваемости, а привычные законы физики становятся неприменимыми. Их изучение помогает нам лучше узнать глубинную сущность нашей Вселенной, но в то же время несет определенную угрозу. Так насколько же опасны черные дыры? Очевидно, что обнаружить небесное тело, которое поглощает весь падающий на него свет, очень непростая задача. Поэтому в настоящее время известно не так много подтвержденных кандидатов в черные дыры. Тем не менее, математическое моделирование показывает, что в нашей галактике их количество может достигать 100 миллионов. Это число кажется огромным, но если учесть, что Млечный Путь вмещает в себя от 200 до 400 миллиардов светил, становится очевидно, что черные дыры — достаточно редкие объекты. В одном из прошлых выпусков мы уже выяснили, что для того, чтобы стать черной дырой, звезда-прародительница должна иметь массу не менее 18-20 солнечных. Только в этом случае взрыв сверхновый будет достаточно сильным, чтобы сжать раскаленное ядро светила в сверхплотный сгусток материи. После этого ничто не сможет преодолеть притяжение объекта и покинуть границы так называемой сферы Шварцшильда. На месте погибшей звезды останется загадочный объект, внутреннее строение которого уже невозможно описать известными нам законами физики. Одной из ближайших к Земле черных дыр является объект под названием A0620-200 или V616. Он расположен на расстоянии около 3300 световых лет от Земли и входит в состав двойной звезды в созвездии Единорога. Второй компонент системы представляет собой оранжевый карлик массой около 50% от солнечной. Каждые 7,75 часа он делает полный оборот вокруг невидимого объекта неизвестной природы. Расчеты показывают, что масса этого скрытого небесного тела составляет около 6,6 солнечной, что слишком много для нейтронной звезды. А значит, загадочный объект, вероятнее всего, является черной дырой. Притяжение более массивного соседа не только деформирует светило, придавая ему вытянутую форму, но и срывает с него внешние слои звездного вещества. Раскрученные потоки раскаленного газа постепенно перетекают к черной дыре, образуя яркий аккреционный диск, благодаря сиянию которого она и была обнаружена. В окрестностях Ви-616 расположены по меньшей мере несколько десятков звезд, некоторые из которых, скорее всего, имеют собственные планетные системы. Вполне вероятно, что в будущем одно из этих светил может сблизиться с черной дырой, в результате чего будет захвачена чудовищная гравитация объекта. В этом случае ее ждет та же судьба, что и нынешнего компаньона. Процесс взаимодействия черной дыры с другими объектами во многом зависит от соотношения их масс. Чем меньше расстояние между небесными телами и массивнее черная дыра, тем сильнее приливные силы воздействуют на ее компаньона. Они могут деформировать светило, вытягивая его в сторону общего центра масс-системы, и даже формировать каналы, по которым звездное вещество будет перетекать ближе к черной дыре, пополняя ее аккреционный диск. Если приливные силы окажутся достаточно велики, они могут полностью уничтожить поглощаемый объект, превратив его в огненное кольцо. Предполагается, что гипотетически вокруг черной дыры могут обращаться планеты, как и возле обычной звезды. Вопреки распространенному мнению, черные дыры не обладают способностью безудержно и неотвратимо затягивать внутрь себя все окружающие объекты. С точки зрения гравитации, в космических масштабах они ведут себя аналогично звезде такой же массы, поэтому черная дыра вполне может иметь стабильную планетную систему. Существует несколько возможных путей их формирования. Во-первых, источником новых небесных тел может служить газопылевая туманность, образовавшаяся в результате вспышки сверхновой. Под действием гравитации в ней сперва образуются сгустки вещества, которые сталкиваются друг с другом и притягивают космическую пыль. В итоге на свет появляются планеты и спутники, а также множество малых небесных тел, таких как астероиды и кометы. При этом излучения горячего аккреционного диска черной дыры может быть достаточно для того, чтобы согреть их и даже расплавить лед на поверхности. Гипотетически, подобная планетная система может быть благоприятной для зарождения жизни. Во-вторых, когда черная дыра захватывает и разрушает иную планетную систему, некоторые объекты в ее составе могут занять стабильные орбиты вокруг новой хозяйки. Разумеется, в результате этого процесса условия на поверхности небесных тел могут радикально измениться. Так ледяной гигант может трансформироваться в планету океан, а газовый гигант – потерять почти весь водород и превратиться в хтоническую планету. В-третьих, блуждающие небесные тела, такие как планеты-сироты или межзвездные астероиды, также будут притягиваться массивным объектом. И хотя пока подобные системы достоверно не обнаружены, нет никаких предпосылок считать их невозможными. Если же планета расположена очень близко к центру системы, а черная дыра имеет достаточную массу, то в дело вступают другие факторы. Раскаленный поток вещества, образующий аккреционный диск, сорвет с небесного тела атмосферу, а трение замедлит его все сильнее, притягивая к черной дыре. В конце концов, сильнейшие приливные силы разорвут планету на мельчайшие куски. Образовавшиеся осколки продолжат движение в аккреционном диске, постепенно растворяясь в окружающем горячем газе. В конце концов, они будут неизбежно поглощены черной дырой, став ее неотъемлемой частью. Считается, что во Вселенной существует три основных типа черных дыр, отличающихся в первую очередь массой. Первый тип может быть обнаружен в центре большинства спиральных галактик. Это гигантские черные дыры, массы которых могут достигать нескольких миллиардов солнечных. Плотность вещества в центральной части галактики, как правило, очень высока, что приводит к образованию большого количества близко расположенных крупных и ярких звезд. Быстро выгорая, они превращаются в черные дыры, которые стремительно растут и часто сливаются друг с другом. В итоге на свет появляются сверхмассивные объекты, окруженные гигантскими аккреционными дисками, состоящими из раскаленной материи. Их сияние можно разглядеть за миллиарды световых лет, даже если саму галактику совсем не видно. Мы называем такие объекты квазарами. Второй тип распространен гораздо сильнее, но и заметить его намного сложнее. К нему относятся черные дыры, массы которых близки к звездным. Они образуются из крупных светил в конце их жизненного цикла. Поглощая другие небесные тела и межзвездный газ, эти объекты постепенно растут, превращаясь в черные дыры промежуточной массы. Также они могут сливаться друг с другом, создавая гравитационные волны, искажающие пространство на многие световые годы вокруг. Третий тип – это гипотетические первичные черные дыры. Их существование следует из современной теории возникновения и эволюции Вселенной. Флуктуации и колебания в веществе, наполнявшем космическое пространство на ранних стадиях ее развития, могли привести к формированию черных дыр сколь угодно малых размеров. При этом стоит учитывать, что, согласно расчетам, чем меньше объект этого типа, тем быстрее он испаряется в конце жизненного цикла, превращаясь в мощнейший электромагнитный импульс. Моделирование показывает, что первичные дыры массой около 10 в 12 степени килограммов должны вспыхивать примерно в наше время. Однако до сих пор ни одного такого события зафиксировано не было. Кроме того, существует гипотеза, что в результате столкновения элементарных частиц сверхвысоких энергий может образоваться микроскопическая черная дыра, называемая также квантовой. Вместе с тем, условия, необходимые для подобного события, пока невозможно создать в лабораторных условиях, а расчетное время жизни этих гипотетических объектов настолько мало, что измерить его с помощью современных методов крайне сложно. Поэтому квантовые черные дыры до сих пор остаются лишь гипотезой. Разумеется, обнаружить столь темные и компактные объекты довольно сложно. Некоторые из них обладают звездным спутником, аномальное движение которого позволяет обнаружить невидимого компаньона. В основе другого распространенного метода лежит наблюдение за аккреционными дисками. Спектры подобных объектов имеют характерные особенности, позволяющие отличить их от других космических источников света. В некоторых же случаях удается получить изображение диска с черным пятном внутри, что доказывает необычную структуру наблюдаемого объекта. Также черная дыра может быть обнаружена благодаря эффекту гравитационного микролинзирования. Для этого массивный невидимый объект должен пройти между Землей и далекой звездой, характерным образом изменив ее спектр. Очевидно, что применение данного метода требуется впадение множества редких факторов. При всем этом нет никаких сомнений, что космос наполнен множеством темных и малозаметных небесных тел. Среди них могут оказаться и странствующие черные дыры. Таинственные объекты, блуждающие в межзвездном пространстве и поглощающие без остатка малейшие крупицы света, скорее всего, так и останутся для нас неизведанными. Субтитры создавал DimaTorzok